Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю описывать вам различные сорта перца, чтобы вы не ошиблись при выборе, потому что в разнообразии этих сортов, которые в магазине продаются, действительно можно заблудиться и опытному, и начинающему садоводу. Но нам обязательно нужно, чтобы выбор был осознанный, и чтобы мы выбрали тот сорт, именно который нам нужен. Я уже вам показала наглядно на примере, какие есть сорта. Есть скороспелые, но с маленькими плодами, более поздние, но с крупными сочными плодами. Есть всякие конусовидные, боченковидные. Вот описывала последними колобок томатовидный и такой же мирика, он такой же, но круглой формы, только с ребрами. Сейчас буду описывать сорт Оленька. Это моя тезка. И казалось бы, снова вот два одинаковых почти сорта. Смотрите. Одинаковая форма, ребристая, одинаковый размер. Но если мы не почитаем подробное описание, которое написано на оборотной стороне пачки, то мы можем ошибиться, потому что вот этот вот сорт, который Оленька, на самом деле выглядит он хорошо крупно, так же как мирика. На самом деле он маленький и больше он подходит к колобку. Похож на колобка. Сейчас я прочитаю вам на обратной стороне, и вы поймете, в чем подвох. Раннеспелый сорт польской селекции сорта типа Гагашары. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Растения средней высоты образуют толстостенные, глянцевые, плоскоокруглые, сильно ребристые плоды массой до 90 грамм. Толщина стенки плода 7-8 миллиметров, окраска стадии технической спелости темно-зеленая, в биологической темно-красная. Вкусовые качества отлично используются для употребления в свежем виде, в домашней кулинарии, консервации, в том числе для цельноплодного консервирования. Отличается высокой урожайностью. Вот видите, как опять обманчив внешний вид. На пачке мы явно видим, что Мирика и Оленька одинаковые и Оленька, чуть ли даже не покрупнее Мирики. И мы можем подумать, что это крупноплодный. Но вот слышали, я прочитала, что 90 грамм всего, это маленький плод. Если у этого 210, то у этого 90, он такой же, как колобок. Будут крошечные такие маленькие шарики. И почему-то на пачке он оранжевый, а цвет указан темно-красный. Вот такой, как Мирика. Так что, когда вы покупаете, смотрите внимательно. Вот этот сорт у вас будет мелкий. И он идеально подходит, как было уже написано, для цельноплодного консервирования. Плоды 90 грамм шарообразные. Они идеально входят в баночку. И многие занимаются цельноплодным консервированием. Я так не делаю. Я и леча, и все режу полосками. И даже где-то, если добавляю полосками. Но некоторые занимаются. Вот для цельноплодного консервирования Оленька подходит идеально. Она моя тезка, конечно, не хотелось бы, чтобы ее заталкивали в баночку. Но для этого она выведена. Вот это такой перец-гагашарчик. Некоторые любят гагашары, некоторые нет. Я считаю, что они, конечно, вот такие вот, например, мелковатые. Я лучше люблю большой такой. Сейчас покажу. Опять куда-то пошел. Я люблю вот такой большой, толстый, длинный, сочный. Но вкусы у всех разные. Я буду описывать все сорта. И большие, и маленькие. Вот Оленька, небольшой сорт, 90 граммов, ребристый, шаровидный, перец-гагашар. До свидания. Следующий сорт перца буду описывать в следующем видеоролике.